Я уже четыре месяца в трассе. Правильно, блядь, уже начинаю крышу так ехать, что это пиздаец, мужики, это просто жесть, я вам серьезно. Тяжело, очень тяжело. Ну как, тяжко, вы таки, привыкаешь. Первый месяц тяжело, пиздец, будет что-то тяжело, а сейчас уже похуй. Бывают такие, что я сам себе говорю. Бывает у меня телефонная навигация и есть своя стандартная навигация. Бывают такие, что между собой даже сварятся. Ты едешь, едешь, поверите на лево, поверните на право и, ну, тоже так, свои нюансы в этой работе. Но я вам так вот скажу, кто не любит руль и машину, он никогда не станет водяем, международником. Николи. То есть у меня тяга была до машины самого детства, я помню. Грався маленькими там машинками. И потихоньку, потихоньку, как бы, начал осваивать, ну, не осваивать, а, как это правильно сказать, тяга. То есть у меня была тяга, чтобы пойти на машину и працювать, працювать на машине. Так как мама виховывала у нас сама, то у меня не было возможности, там, как, так как зараз, по всем хлопцам там 23-24 года уже седают на фуре. У меня такой возможности не было. То есть она працювала на ферме. Ферма – это, я вам скажу, это очень тяжкий труд. Это очень тяжко, я вам серьезно. Это, ну, кто не знает, что это такое ферма, я вам этого не объясню. То есть, каждый день, нужно вставать на пол четвертое, идти на ферму. У мамы была группа. Тридцать, чьи тридцать 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 горьев корьев. И это все надо подоить, плюс при том, что вранц, как ты приходишь на ферму, раздать толч, чьи комбикорм, что там было. И спи, и потом уже до еще кори. Ну, апарати были, но было так, что, допустим, свитла не было. И вы, ну, вы уявите, тридцать горьев выдаете вручную. Это просто, ну, это торба. Я помню, ну, я был маленький. Ну, как маленький, уже там, 12-15 было, и тоже, допустим, летние каникулы. Вот, и тоже півчетвертый вставал, еще маме помогал, потому что, ну, не было никому, не было, не было, кому помогать. Если вам скажу, это очень тяжкий, адский труд. Это настолько адский труд, что это просто пиздец. Вот, и вона заслужила, вона, тобто, заслужила за 17 років праці навколгоспи. 2 тысячи гривен пенсий. Вот такая от нас, блядь, справедливость. Депутаты, которые, блядь, ни хуя не работают, блядь, 5 лет побули в депутатах и получают по 60-80 тысяч гривен пенсий вообще ходить можно. Просто, блядь, бомба, нахуй. Это в мире фантастики, честно. Насчет этой войны тоже самое, блядь, при Порошенко началась вся вся херня, блядь. Эту войну можно было уже давно закончить, но всем выгодно это все ходит. Эта война всем выгодно. Только что шкода людей, не людей, а мам и дружин, которые приходят, трунят додому. Это очень тяжело. У меня будет видос. Но я думаю, что до нового года я это видео смонтирую. Вот. И то выложу в Facebook, в YouTube, в TikTok. Кто, кстати, заблокировал до 22 числа, я даже вообще не знаю, с хуяль не заблокировал. Вот. Я думаю, что это видео зайдет. Ну там, то есть у меня уже есть план этого видео. Насчет этой войны и так далее, и так далее. Ну там будет и война, будет и голодомор. Ну, то есть, я думаю, что это видео реально зайдет под всю песню, яка мне реально тоже подобается. Уже, мейбуд, зрик, эта песня мне подобается. Вот. И, ну, думаю, что это зайдет. Конечно, хотелось бы больше подписчиков в YouTube. Там, хотя бы 2-3 тысячи. А так, ну я не знаю, почему они не заходят в видосы в YouTube. А там зарам 27 подписчиков. Я просто, я даже не знаю, как его продвигать, блядь. Момент. Момент, 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 момент. Реально уже спады, хоть и уже, блядь. 12-е годы на ночь. Я сейчас стою в Дании. Зараз что-то произошло. О, сварится. У земной лип. Аааааа. Реально спады, хоть и просто, пиздец. выгрузился я на почте GGLS на подобие нашей новой почты я проработаю круглосуточно мало того, что выгрузка там была в девятый но я проехал и ловлю и все там серьги просто зюбнуть все, наверное, серьезно ну так, как можно сказать, фортануло там буквально стояли бусики, я залетю за 15 минут я залетю на рампу ну что бы рассказать, ну можно в принципе про свое житие рассказать я обычный пацан из села я там, ну якийсь городский чувак но я бы спинтил обычный пацан, я старается что-то заработать ну я в принципе уже трошки заработал за свое житие, то есть купил хотинку, слава богу ну цель есть у меня, чтобы здоровье было ну попробую раскрутить youtube то есть у меня в фейсбуке, я так вот скажу у меня в фейсбуке довольно так нормально просмотром у меня видос реально залетел с тиктока за два дня набрал 1200 просмотров есть видео, которое залетело просто шикарно залетело, но я не могу поделиться поделиться статистику этого видео просмотров то есть фейсбук блокирует статистику просмотров этого видео youtube нам не зашло в фейсбук в фейсбук вроде бы трохи там зашло я не помню ясик там посмотрю за пару днём набрал вроде бы 500 посмотрим так что так вот катаемся тяжко нам с тобой очень тяжело працювать далеко от дома но в Украине ты такие деньги не зарабатываешь это 100% каждый шукает хорошую заработку там в Италии, Чехии, Польши вот 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 Украина это дно я серьезно это просто таке днище я спілкувался с украинцем он открыл на себе фирму строительную его год никто не щипал не податково ну вообще никто каже тебе дают год для раскрутки своего бизнеса так что им пиде потом не пиде а если не пиде все фирма закрывается он закрывает фирму а у нас что у нас не стык блять открыть что нибудь там блять чипфоб чи еще какую там херню и понеслась давай там податково блять и так далее и тому подобное что тут понимаете тут очень много украинцев сейчас на данный момент открывают фирмы в Литве не знаю в Литве но в Польше очень много украинцев открывают фирмы потому что по-перше выгодно это раз по-друге тебе рик никто не щипает тоби дают рик на раскрутку для твоего бизнеса все и ты за рик там реально можешь хорошо хорошо подняться и берут в лизинг машины процент не такой блять как у нас в Украине тут совсем по-другому все ставление совсем все по-другому тобто страховка працюет совсем по-другому плюс при том ценятся людские как это правильно сказать для людской гидности ну может можно назвать людская гидность людская работа ценуется в Италии тоже много заработка в Чехии тоже хватает наших везде хватает шукают люди хорошего заработка я с одним мужиком стоял с пацаном из моих рук он три года три года был в Ангелии чтобы вы понимали он за три года заработал чистыми 30-40 тысяч футов за три года это не считаючи того что он в дружине пересылал там передачи и так далее мне сейчас тоже планует ехать в Ангелии я как так это